МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время местное» в студии Андрея Симоненко. Предлагаем вашему вниманию актуальные новости и комментарии. Сегодня глава города Марина Трескова рассказала о тех местах, где появятся новые скамейки, парковки, освещения. На городских дорогах работы уже начались, как только позволила погода. Возобновлена реконструкция улиц Собская и Советская. Фактически заново отстраивают часть Гагарина, ремонтируют водопропуск на Первомайской. Наша еженедельная рубрика «Генеральная уборка». В ней мы рассказываем об инициативных горожанах, которые хотят сделать город чистым. Абсолютно разные люди объединяются и убирают за другими. Председатель избирательной комиссии округа Андрей Гиберт рассказал журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое намечено на 1 июля. Члены общественной палаты пришли в гости кусатым и хвостатым, а также их попечителям центра «Котопес». Сегодня глава города Марина Трескова рассказала о тех местах, где появятся новые скамейки, парковки, освещения. Этим летом комплексное благоустройство пройдет в 46 дворах. В некоторых уже работают бригады рабочих, привлечена и тяжелая техника. 70 миллионов направлено на обновление 46 дворов. Подрядчик уже пришел на первый объект. Этот двор, расположенный по улице Гагарина, пожалуй, станет самым масштабным по перестройке. Совсем скоро его будет не узнать. Строители продумали каждую деталь. Все работы, проводимые на участке, мы проводим по согласованию с людьми. То есть мы подходим более лояльно к их требованиям. И если это касается пересадки деревьев, значит будем пересаживать деревья. Будем находить какой-то участок, если людям дорогие эти кустики. То есть присматриваемся к каждому желанию. Сейчас у строителей самая трудоемкая работа. Демонтируют дорожные плиты. Свой век они уже отслужили. Как только эти работы будут завершены, приступят к укладке асфальта. Одними из первых разницу было и стало, заметят водители. Мы будем расширять проезжую часть. Производим сейчас демонтаж плит во дворе. Потому что тут требует полотно полной замены. И поэтому мы будем демонтировать плиты, делать новое полотно, новую планировку. То есть дворовую территорию. Опять же, учитывая желания наших жителей. Здесь заняты порядка 15 строителей. Работает и тяжелая техника. Контролирует их работу не только мастера, но и команда главы города. Работа кипит, и это не может не радовать. Но у нас очень длинная летняя вахта. Нужно запастись терпением всем жителям, которых ждет такое масштабное благоустройство. Я назвала бы благоустройство дворов глобальным городским субботником. В этом труде завязаны все, от мала до велика. И я думаю, что такая созидательная работа на благо людей, на благо городу, всем идет на пользу. Двор по улице Гагарина полностью изменится. Появятся зеленые зоны, будет ликвидировано болото. А с согласия жителей демонтируется забор уже не действующей спортивной коробки. Уберутся хозпостройки и различный мусор. Красиво сделают, удобно. И детям будет, где площадка будет, где детям играть, и взрослым где посидеть. И будет приятно, что у нас дом облагораживается, и город облагораживается. Благоустройство двора будет сделано по минимальному перечню. Появятся скамейки, тротуары, урны. Автовладельцев тоже без внимания не оставят. Парковочных мест, как уверяет подрядчик, хватит на всех. А оценить преображение родного двора жильцы ближайших домов смогут в августе. К этому времени все работы должны быть завершены. Дарья Самородова, Дмитрий Свирид, программа «Время местное». На городских дорогах работы уже начались, как только позволила погода. Возобновлена реконструкция улиц Собская и Советская. Фактически заново отстраивают часть Гагарина. Ремонтируют водопропуск на Первомайской. Ирина Волокитин расскажет подробнее. Бригады специалистов, дорожная техника, чёткий план работы. На улице Заполярная ведётся реконструкция. Реконструкция предполагает новое освещение, тротуары, стоянки, автостоянки. То есть, если мы сейчас стоим на участке, здесь появится четыре автомобильных стоянки для жильцов данного микрорайона. Мы на сегодняшний день выполняем производство работ по замене основания грунта. Мы предварительно делали лабораторные испытания, при которых существующий грунт, на котором вы на сегодняшний день стоите, он признан с углинок пластичный. Пластичный с углинок, он не идёт в основании строительства, то есть проектируемой автомобильной дороги. Соответственно, в рамках СП проводится замена основания. Поверхность выровняем песком, уложим геотекстиль, щебень и асфальт. Делятся планами на ближайшее будущее начальник строительного участка. Сроки окончания работ реальные. Эта дорога разбита на два этапа. Вы стоите на этапе номер один. Производство работ это в границах от улицы Первомайской до улицы Октябрьской. Следующий этап у нас будет от Октябрьской до улицы Центральной. Производство работ запланировано на этот год до конца сентября. С учётом пандемии, всем нам известной, производство работ продлили до конца октября месяца. Первый заместитель главы администрации лично контролирует производство. Масштабные работы ведутся по всему городу. Реконструируется улица Заполярная, Южная, Гагарина. Идёт капитальный ремонт на улице Советской и мостовом сооружении на Первомайской. Проводится текущий и ямочный ремонт на многих участках городских дорог. В принципе, везде можем наблюдать работу. Видим и обращения жителей. Где-то на сегодняшний день неудобства. Перекопанные улицы создают объезды. В том числе где-то в жилых зонах. Как вчера были обращения по проезду на переулки космонавтов. Совместно с госавтоинспекцией мы проработаем рейдовые мероприятия. По таким участкам, которые у нас в городе будут открываться новые, временные. Но здесь просьба, наверное, к жителям нашего города отнестись с пониманием. Комфорт и безопасность жителей города – основные задачи реконструкции. Работы проводятся в рамках окружной программы безопасной и качественной автомобильной дороги. Ирина Волокитина, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Далее наша еженедельная рубрика «Генеральная уборка». В ней мы рассказываем об инициативных горожанах, которые хотят сделать город чистым. Абсолютно разные люди объединяются и выбирают за другими. Подавая пример, но не рассчитывая при этом на похвалу. Репортаж Дмитрия Мавдрика. Как сказал бельгийский писатель Поль Карвель, тот, кто хочет изменить мир, должен начать с уборки. Именно этим и занимались члены партии «Единая Россия» в рамках своей традиционной летней акции по санитарно-профилактической уборке города. Чистый четверг. Она проходит каждую неделю. Я считаю, это очень хорошая традиция, очень хороший повод собраться и собственным примером показать гражданам, показать подрастающему поколению, что только от нас, в принципе, зависит чистота нашего города, потому что этот мусор не прилетел к нам из другой планеты, а этот мусор является отходами жизнедеятельности человека. Поэтому вот такие уборки, наверное, стимулируют, прежде всего, нас и горожан к тому, чтобы не мусорить. Волна субботников, которая только начинает закручиваться, коснется не только города, но и выйдет за его пределы в ближайшее время. В течение всего лета экологические организации и просто неравнодушные горожане будут проводить в порядок и тундру. Но все попытки ее очистить будут тщетны, ведь если... Доброй традицией для жителей города стало хотя бы раз за летний период поехать на пикник. Как итог, от личного отдыха это заряд позитивных эмоций и множество воспоминаний, а также немало мусора. Кто-то поступит так, а в результате... Но правильно будет оставить после себя порядок и забрать все лишнее, сохранив невероятную красоту нашей природы. Дмитрий Мавдрик, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт рассказал журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которая намечена на 1 июля. В связи с СПИД-обстановкой формат претерпевает изменения. При этом процедура становится проще и безопаснее для всех участников – избирателей, членов комиссий, наблюдателей и корреспондентов. Ключевое отличие от привычного формата – голосование продлится неделю, сообщает информационное агентство «Северпресс». Все эти дни можно будет прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Еще одно новшество – проголосовать можно будет и на дому. Заявить о желании проголосовать дома можно, позвонив участковый избирком. Пояснять причины такого решения не требуется. При этом голосование не ограничится указанной выше недели. Для жителей труднодоступных поселков округа оно пройдет с 10 по 30 июня. Так будут голосовать 33 тысячи северян. Реализована возможность изъявить свою волю для тех ямальцев, которые выехали за пределы округа и прийти с 25 июня по 1 июля на свой участок не смогут. Заявления о прикреплении к удобному участку для голосования могут быть поданы с 5 по 21 июня до 14 часов в МФЦ, территориальную комиссию или с помощью портала госуслуги, а также с 16 по 21 июня до 14 часов местного времени в участковую комиссию. Ключевой приоритет – безопасность граждан. Для этого все участки будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и санитайзерами. Первая партия средств индивидуальной защиты будет получена уже 9 июня. На территории участка в течение дня будет проводиться дезинфекция. Каждому участнику бесконтактно измерят температуру. Меры предосторожности будут соблюдены в соответствии с рекомендациями, которые разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. В час участковые избирательные комиссии будут принимать 8-12 избирателей. Потоки избирателей на вход и выход будут разграничены. Будет выдержано социальное дистанцирование. В нашем городе вот уже полгода существует Центр защиты прав животных «Котопес». Открыли его в январе. Он стал первым в округе учреждением подобного типа. Лабытнанским защитникам пришлось осваивать новые методы работы с нуля. Накануне члены общественной палаты пришли в гости к кусатым и хвостатым, а также их подпечителям. Алимира Новоселова продолжит тему. Эти кадры мы снимали еще в феврале. Именно тогда Арчи начал новую домашнюю жизнь в семье Чупшвец. А сейчас он вместе с хозяином пришел в гости в Центр защиты прав животных «Котопес». Туда, откуда и забрал его Никита, счастливый обладатель четвероногого друга. На этот раз Никита Чупшвец пришел с официальной миссией. Вместе с членами общественной палаты решил выяснить, какие насущные проблемы сейчас существуют в Центре защиты прав животных. Одна из глобальных – отсутствие ограждения территории, что мешает выгуливать собак. А для кошек не хватает вольеров. Сейчас их 32, а мест для содержания всего 20. Практически ежедневно поступают обращения от лобытнанцев о брошенных животных, говорит главный городской зоозащитник Светлана Астанина. Но чтобы зарезервировать место для бездомышей, нужно обращаться через службу от лова животных. Также в Центре всегда рада волонтерам. Пятерым сотрудникам не просто справляться с большим количеством четвероногих друзей. Нам требуются заботливые руки, которые помогли бы нам в уходе за животными. Животные нуждаются в выгуле, животные нуждаются в уборке. Наши работники, точнее количество наших работников не позволяет нам, возможно, когда-то в должной мере с этим справляться. Ну и, конечно, дарить заботу и внимание. Мы не можем всем бездомным животным, всем нашим подопечным, подарить должное внимание, должное количество времени. Члены общественной палаты пообещали посодействовать в решении насущных проблем, чтобы четвероногие братья наши меньшие жили в Центре в комфортных условиях. Альмира Новоселова, Сергей Антропов, программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска, далее прогноз погоды. А на этом у меня все. В студии работал Андрей Симоненко. Я благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальные и проверенные информации доступны в интернете на сайте lbt-defistov.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»